всем добрый день всем хорошего настроения сегодня я надеюсь мы проведем хорошо с вами день сегодня у нас в городе праздник праздник масленицы и мы идем сейчас туда вот программа сегодняшнего праздника программа насыщена и интересная людей уже очень много у нас люди очень любят этот праздник залитала силы все дни вживались коровную ежу мясо сало кубасы яйца и щодня вареники с сыром полить и сметаной мы все гуляла и я с вами мы все встречают когда зима минает я еду на санчатах заходу в каждую хату везу міста из села розваги и письма и бабу поразку мы вас чекали пригощайте с початку повинна колодка народиться вот как молодочка не мала динамичка я безвизица динамичка вот Добавляю руку, приезжу сюда колодку. Давай, приезжу колодку. Весь шпит. Приеху, повернуйся, обличаем команду. Хочу еще что-то приятно сказать, да не я, кому это не выходит. А когда я хмельююсь, то всегда заберу пальцами. Помогу старт. Раптом, он слышит, что я на виду чиновник. И я кричу. Ой, Варварочка, я могу скоро помочь. Как куда колодку тягать, старым палкам ноги связать? Стаменися, с тебя люди смеются. Три чесниці до смерти, а вона уже в колодчани. Хай смеются, а ви не плакали, а я таки свого не упущу. Чтобы эта масляница пройшла, а я могоречани заробила, ты в паразі мені вкращий підсоба, бо колодка важка. Свят, свят, свят. А могореч пополав? Кто-то плаче, и дороги не баче. Кто-то кричал. Кто-то кричал. Кто-то кричал. Кто-то кричал. Ты стояла, раздявила вершу на пару рук. Кто на тебе? Сама вершу раздявила, трохи в ополонку не вскочила. Та шай мою колодку загубила. Могореча, когда я тебе обещала? Когда? Сегодня вот здесь. Люди слышали. А чтоб ты Зузули не почула. Вы бачили Навязу? Кто Навяза? Кто Навяза? Я уже дома, потому что гуляю, а сама себе думаю, ну чего я здесь так долго? Дома столько работы, дома столько работы. Поэтому ушла. У меня действительно много работы. Видите, вот это с ореха зимой все попадало. Вот мне надо сегодня это все убрать. А вы мне поможете. Поможете своими лайками, комментариями. Я буду этому очень рада. Вот и петухи мне помогают. Спасибо им. Видите, какая куча мусора. Это с орехов. Я не знаю, кожуром, наверное, правильно назвать. Не знаю, наверное. Кожура. Мне предстоит это все убрать и немножко посеять травки. И будет порядок. Я вот работаю, и мне все слышно с площади. Может не так четко, но я слышу. И это меня воодушевляет на труд. Ну вот, убрала немножко. Сейчас травку посею. Притопчу, чтобы ветром не сдуло. И дело сделано. Когда смотришь ролик, это так быстро. Но я потрудилась хорошо. Аж жарко стало. Вот травку смешала с песком. Хорошо, сейчас перемешаю. И посею. Ну как посею. Разбросаю. И будет хорошо. Ну все, я справилась. С песочком посыпала травку. Немножко утрамбовала. Будем ждать всходов. А сейчас я пойду покормлю Дашу. И пойдем немножко прогуляемся. Мы заслужили это. Я продолжаю изучать правила YouTube. Новые правила YouTube. И вот что я узнала. Может быть я ошибаюсь. Может быть я неправильно поняла. Вы мне напишите пожалуйста. Как я поняла. Особенно это касается тех подписчиков, с которыми мы с вами дружим каналами. Что оказывается мало просто кликнуть, что ты подписался. Надо еще быть активным подписчиком. Нужно иногда заглядывать друг другу на канал. Писать комментарии. Иначе эти подписчики YouTube не считаются. Хотя из общего количества и не удаляются конечно. Вы наверное видели, когда смотрите свою аналитику, где вы хотите посмотреть какое у вас количество подписчиков. Вверху стоит одно количество, а чуть ниже стоит другое количество. Вверху стоит например 500 подписчиков, а внизу стоит 300 или 400 подписчиков. Но всегда эта цифра меньше, чем вверху. Оказывается YouTube засчитывает только тех подписчиков, которые активны. Которые ходят друг другу на канал в гости. Поэтому я вас попрошу, давайте заходить друг другу на канал. Не обязательно каждый день и изредка смотреть друг друга. Писать комментарии. Достаточно написать спасибо в комментариях. Ставить лайки. Короче быть активными. Если я неправильно поняла, напишите мне пожалуйста в комментариях, что я поняла неправильно. Я буду вам очень благодарна. Ведь нам всем хочется достичь нашей заветной цели. Мы все хотим, чтобы у нас была первая 1000 подписчиков. И это правильно. Так и должно быть. Подписчиков сейчас завоевывать очень сложно, как вы видите. Блогеров очень много. Люди любят смотреть блогеров из Америки. Там где яркая картинка. Нам сложнее завоевать подписчика, живя в селе. Поэтому давайте поддерживать друг друга. И коль подписались каналами, давайте изредка хотя бы смотреть друг друга. Чтобы не получилось так, что подписчиков видим у нас 1000, а на самом деле 500 по правилам Ютуба. Я думаю, нас это очень огорчит. Не хотелось бы такого исхода. Ну, это я так поняла новые правила Ютуба. Ну, а сегодня я с вами хочу попрощаться. Спасибо вам большое, что смотрели мой ролик. Как всегда, прошу вас, ставьте лайк. Пишите комментарии. До свидания. До свидания.